Екатерина, здравствуйте. Давайте пройдем аудит вашей группы ВКонтакте, посмотрим ваш личный аккаунт, посмотрим, что можно улучшить. Давайте начнем с группы. Первое, что вообще важно при создании группы ВКонтакте, это всегда смотреть на свой первый экран. Первый экран – это, по сути, вот эта вот область, куда входит аватар, описание сообщества, статус. Когда человек заходит, да, девчонки заходят, у них сразу первое впечатление от этого создается. Если им как бы все нравится, то они двигаются дальше, изучают приложение. Поэтому очень важно уделить этой области максимум внимания при создании своей группы, да. О аватарке. Аватарка в целом хорош, приятный дизайн, все видно, крайне мере, с компьютера. Единственное, что бы рекомендовал сделать, просто сделать ее чуточку больше, чтобы разместить информацию. Также сделать призыв действия, вступить в группу, писать номер телефона. В остальном здесь все понятно. Вообще, если будете думать на будущее, рекомендую задуматься о продвижении личного бренда. То есть, указать, ну, именно сделать такой аватар, где вы бы располагались на нем. Потому что продвигать личный бренд намного эффективнее, нежели, допустим, ну, двигать тот же салон красоты. Потому что, когда смотрят салоны, они покупают товар, услугу, да. Когда смотрят на личный бренд, они покупают у друга. И сформировать в будущем лояльную аудиторию – это важная задача для того, чтобы получать стабильный поток клиентов. И повышать цену, как бы, ну, это будет проще. Окей, давайте почитаем, что у нас в описании написано. Хорошее описание. Единственное, просто его надо чуточку прибрать. То есть, во-первых, разбить на блоки, чтобы человек все прочитал. Добавить эмоджи смайликов, сделайте вот, так скажем, списком, да. То есть, все преимущества, которые у вас есть, выделите. И, по сути, это, ну, то, что отличает, там, вас от конкурентов, да. То есть, не каждый дойдет, там, что у вас удобное место, да, что вы, там, представляете, там, кофе, чай бесплатно. Ламинирую, не снису, не занимаюсь. Ага, hello, now, now. Так, статус понятный. Город есть. Ну, в целом, все здесь хорошо оформлено. Просто, что рекомендую сделать? Прибрать немного по тексту, сделать небольшой копирайтинг. В будущем подумать просто над оптимизацией, это сделать аватар плюс баннер, который будет сочетаться друг с другом, и уже в баннере сделать вики-меню. Ну, просто для примера, чтобы сразу было понятно. Давайте какой-нибудь один из наших проектов, вот, то, что делали по татуажу. То есть, сразу человек кликает. Здесь мы располагаем также всю основную дополнительную информацию о мастере. Сразу предоставляем цены. Везде есть кнопки, призывы, действия, номера телефонов, чтобы ничего не отвлекало, да, там, потенциально нашего клиента от покупки. Если он захотел сделать какое-то целое действие, у него всегда было все под рукой. Либо номер телефона, чтобы позвонить, либо кнопка, чтобы записаться. Далее, ну, тут уже товары, это все нюансы. Окей, двигаемся дальше. Обсуждение блока. Важно два обсуждения, которые должны быть обязательно. Это отзывы и прайс-лист. Я вижу, что они у вас присутствуют. Давайте их посмотрим. Ну, по отзывам сразу вижу, что отзывов еще нет. Ну, понятно, мы там недавно начали, 11 июля. Я уверен, что клиенты есть. И сейчас. Так, прайс, окей. Смотрите, по отзывам такая штука. Как их собирать? Когда провели процедуру и связываетесь, допустим, повторно с клиентом, то есть в любом случае у вас записано через WhatsApp, SMS, там, звонок. В любом случае у вас есть контакт. Вы можете написать там девчонке, спросить, как все прошло, довольные результаты. Может прислать фотографии вам, еще что-то. То есть это проявление заботы, во-первых. Во-вторых, она присылает вам уже, ну, то, что она думает об этом. Положительный отзыв, если вы видите, да, вы предлагаете ей просто скопировать, допустим, то, что она писала вам, и отправить в вашу группу. Прямо сразу ссылочку на топик скопировали, прислали, чтобы минимум ей напрягаться. Допустим, там, спасибо, Аня, там, ну, за такой хороший отзыв. Если вы сможете оставить ее в моей группе, я вам буду очень там благодарна и рада. Представляете ей ссылку, там, можете просто скопировать этот текст, этого будет достаточно. То есть минимум напряга, потому что если заставить что-то писать, там, они, как правило, сливаются большую часть им лень. Второй момент. Если она все-таки этого не сделала, вы просто копируете скриншот, делаете той информацией, что она вам прислала, да, к ее самому отзыву, и вставляете принт-скрин вот сюда. То есть это тоже подойдет, потому что, ну, как правило, люди обращаются по имени, благодарны, и вам в личку они, ну, больше эмоций дадут, нежели будут потом писать сюда, потому что они будут думать, что это все прочитают, но, в общем, чисто психология. Далее. По прайсу. Рекомендую дополнительно прописать все это еще в текстовом формате, просто потому что многие висят с телефона, не каждый там может открыть актинку, у кого-то там дисплей маленький, то есть тоже учесть все эти нюансы, приписать текстовом формате. Здесь бы рекомендовал просто поменять шрифты на какие-то более современные, а не использовать текстовый редактор шрифта с инофисной стиль. Так, у нас здесь есть намерение ресниц, бровей. Так, секундочку. Ага. Так, двигаемся дальше. Акции скидки, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, акции скидки. Этот блок я бы не рекомендовал сильно вести его активно, ну, просто потому что таких вещей стоит писать ленту. Потому что акции бывают, ну, устаревают, за этим надо здесь следить. Поэтому какие-то супер предложения я бы рекомендовал выносить в ленту, потому что просто сюда большая часть людей не зайдет. Далее. Далее фотографии. По фотографиям. Смотрите, у вас здесь несколько альбомов. В эту ленту отображается основной альбом, там на нем галочка стоит в настройках. Что рекомендую здесь делать? То есть в основном альбом я всегда использую самые продающие примеры работ. Те, которые хороши не только в технике исполнения, но и по качеству фото. Вот здесь в качестве фото плохое, да, то есть ничего не видно. Пример очень сложно разглядеть. Хорошо, что есть описание, к нему его можно еще улучшить. То есть за качеством фотографии следите, потому что ваши профессии это то, что продает. Потому что люди не смотрят, как правило, там на технику исполнения, на, там, так скажем, очевидные результаты. Они могут не видеть ошибок. Но они все видят качество фотографии и, по сути, покупают у вас картинку. Потому что, ну, когда люди еще вас не знают, они будут, естественно, ориентироваться только по фотографиям, примерах работ. Что могу дать и рекомендовать по фотографиям, да? Во-первых, во-первых, ну, это, естественно, следить за их качеством. То есть это фотографировать при хорошем освещении. То есть свет важен. Мы буквально вот несколько дней там, о, вчера даже выпустили пост у нас в группе. Обязательно прочитайте его. Вот этот вот. Откройте страничку здесь, сможете прочитать все по пунктам, что мы расписали. Ну что, ну, повторяюсь, ваше бизнес-фотография решает, покупает картинку. Сфотографировать стоит не просто, допустим, форму. Сфотографировать стоит клиент полностью. Потому что сейчас очень многие тоже выполняют пример работ. На это насмотрелись. Вот как в ленте, да? У вас есть живая активность. Видно, что живые люди. Даже тут вот если качество проигрывает, здесь очень много решает эмоции. Поэтому рекомендую, что делать. Конечно, делать пример работы, фотографировать, допустим, так. Также можно фотографировать клиента в портретную съемку по плечу, да? Там вот так вот. Важные эмоции на ее лице, да? И делать с ними селфи. Фотографироваться всячески. И опять же, следить за эмоциями. Если человеку что-то неудобно, как-то дискомфорт, вы просто можете дать ему, ей точнее, телефон в руки, да? Там включить селфи-съемку на своем телефоне. И просто сказать, ну там, сделайте хорошее селфи, да? Девчонки, как правило, сами умеют делать селфи прекрасно. Их может иногда смутить тот фактор, что там им надо сделать его сейчас там с вами, да? Там на ваш телефон. Вы фотографируете. А когда даете им руки, у них, как правило, все получается намного лучше. Это можно протестировать в своем салоне. Все прекрасно работает. Девчонки не отказываются. И более того, к нам потом, если чью-то фотографию мы не выкладываем, да? Там не самый удачный пример. Они потом нам пишут, что, ну там, когда отзыв вставляют, или там спрашивание, как у них дела, они пишут, а что я типа мою фотографию не выложу? То есть, создается такая тусовка, и людям важно, чтобы их фотография красовалась там в Инстаграм-аккаунте, в группе. Им по кайфу. То есть, если думаете, что это кого-то смущает, на самом деле нет. Люди идут за тусовкой. Далее, здесь блок ссылки, обязательно добавьте его в будущем. Создайте прямо сегодня Инстаграм-аккаунт, начинайте его вести потихонечку. Это дополнительно хорошая рекламная площадка, которую потом можно развивать. Также, если у вас будет потом в дальнейшем фламп, отзывы на флампе, можете собирать дополнительно. Так люди узнают тогда о вашем месторасположении. Но тут уже надо исходить из того, там, официально вы работаете, есть ли площадка, еще что-то. Ну, то есть, такие мелкие нюансики. Далее, по контактам подпишите, чем занимаетесь, да, призыв действия, писать там по любым вопросам, на записи, ну, чтобы люди видели, что есть призыв, там, такое добродушие. Далее, давайте посмотрим, что у нас на стене. Так, ну, окей, вы повышаетесь, да, там дополнительная процедура, появляется. Смотрите, пока активности мало, я не рекомендую сильно делать в таких акциях, но они просто не принесут ничего. В будущем эти механики обязательно надо будет применять. растутся. Угу, отлично. Так, окей. Ну, прекрасно окончание работы. А, смотрите, что вот здесь, да, рекомендую сделать. То есть, сейчас век контент, когда контент очень важен. Что в нем важно использовать? Во-первых, свой текст. Вы сами пишите эмоции. То есть, ну, тут я вижу, что есть над этим работа. Второй момент – это фотографии. Рекомендую по максимуму использовать свои фотографии, пускай даже не будут пока что не сильно высокого качества. То есть, я не знаю, что здесь зависит. Возможно, это телефон, возможно, это плохое освещение, возможно, настройки камеры. То есть, нюансов много. Я не знаю, какой мобильник вы фотаете. Ну, в целом, как бы, мы работаем на айфонах шестых. Преимущественно, девчонок айфон шесть. Выходит, все хорошо. Естественно, если надо подойти к окну, мы подходим к окну. Никаких проблем с этим нет. Что там с кушетки стали, там, после ламинирования. Сделали фотографию у хорошего света. Ну, зато, как бы, результат будет. Какая-то, может быть, коррекция, там, немного на компьютере. Потому что после ламинирования, правило, красные, да, вот, глаза. С этим все можно. Обязательно потом просим девчонок, чтобы они прислали нам селфи со своего телефона в какой-нибудь приятной обстановке, с хорошим освещением. Как у них все там распушилось, да, там, все ли хорошо. Ну, это все пойдет в отзывы в дальнейшем. Ну, вот, вот. Вот. Также отзыв. Если здесь люди оставляют, это хорошо. Просто копируем здесь принтскрином и вставляем к себе в раздел отзывов. Потому что люди потом, ну, стена уйдет, а отзывы-то остаются здесь. И до них уже люди не дойдут. Поэтому лучше их содержать в одном месте. Ну, в целом, вот, такие базовые рекомендации, которые я сейчас сразу сходу вижу. Видно, что группа, да, молодая, только в начале становления, но ничего страшного, не переживайте за это. Мы также начинали в свое время и через различные процедуры нарабатывали клиентов. хорошо очень работать через процедуру, которые требуют частого повторения, чтобы выработать у клиента дорогу, грубо говоря, к вам, да. То есть набрать хорошую базу постоянных клиентов на одну процедуру и через нее продавать уже другие. То есть в ходе того, как вы клиент оказываете процедуру, вы же с ним общаетесь, правильно? И уже можете спокойно рассказать, что делаете то-то, то-то, какие-то там результаты. Не навязчиво, как бы просто делясь впечатлением. Можно рассказывать на фоне клиентов, да, на фоне трендов. Точно так же у нас было ламинирование, был макияж, прически, колористика и было оформление бровей. Мы просто через оформление бровей собрали очень большой базу клиентов, потому что это тренд восходящий. То есть сейчас очень многие девчонки сидят за собой, делают брови и через продажу током бровей мы начали продавать все остальное. Выработали дорогу в свой салон и, собственно, проблемы решили, да. То есть пошли продажи всего через, там, два месяца после того, как мы пригнали 150 человек на оформление бровей. Поэтому если в будущем будете расти, также рассматривайте услуги, которые требуют постоянного повторения, да, и услуги, которые приходятся, там, допустим, на выходные, дни, праздники, там, или еще что-то, типа, там, макияж, прически, свадьба, да, там. И услуги, которые требуют с более высоким чеком, да, может быть, но не так часто. То есть у каждого у них есть свои преимущества и свои выгоды. Это просто, ну, уже в ходе опыта вы сами вот разберетесь, поймете. Поэтому, Екатерина, пока все. Давайте, какие вопросы есть, задавайте, смогу на них ответить. Дайте обратную связь по аудиту, сколько он был вам полезен, ну, и отпишите мне уже ВКонтакте. Все, всего доброго.